Эмбрион в утробе матери это полноценный человек, который хочет появиться на свет. Так считают многие верующие. Так считают и участницы российского движения «Женщины за жизнь». По их мнению, у забеременевшей женщины есть только один путь – рожать. Вне зависимости от обстоятельств зачатия, ее жизненной ситуации или состояния здоровья. Активистки призывают полностью запретить аборты на законодательном уровне. С ними, однако, не согласны в ООН. Почему, выяснял Рафаэль из могилов? Полный запрет – это значит, в принципе, аборты – это противоестественно, и аборты должны быть запрещены в России. Наталья Москвитина – лидер движения «Женщины за жизнь». И жизнь, по ее мнению, следует отсчитывать не с момента рождения, а с момента проникновения сперматозоида в яйцеклетку, то есть зачатия. Поэтому, считает Наталья, аборт – это убийство, и о том, чтобы предоставить женщине возможность выбора, не может быть и речи. Психолог и блогер Татьяна с говорящей фамилией Живина также выступает против абортов. Но она далеко не так категорична. Я бы не запрещала это категорически, но я бы вела просветительскую работу. Я бы очень много уделяла внимания просвещению и работе с каждым случаем. Потому что, когда мы что-то запрещаем, мы толкаем людей обходить этот путь неофициальным путем. И, конечно, это смертность, и, конечно, это неправильно. Важно не запрещать, а разъяснять. О том, чтобы проводить разъяснительную и просветительскую работу в российских школах, но не о вреде абортов, а о способах защитить себя и своих сексуальных партнеров от заболеваний и нежелательной беременности, говорят уже давно. Однако сексуальное воспитание подростков до сих пор остается лишь темой горячих дискуссий. Категорически против всегда выступает церковь. Движение «Женщины за жизнь» религиозное в своей основе, и поэтому неудивительно, что его лидер Наталья Москвитина тоже не поддерживает идею сексуального просвещения школьников. Более того, Наталья утверждает, что контрацепция ведет к венерическим заболеваниям и абортам. Если ты пропагандируешь контрацепцию, то ты одновременно имеешь множество проблем. Это проблема раннего вступления в половые связи. Это проблема тех же абортов, поскольку если контрацепция – это норма, то половая связь не несет никакой ответственности. И женщины сначала предохраняются, и потом перестают это делать. И также беременеют и делают аборт. Это проблема венерических заболеваний. Вместо контрацепции Наталья Московитина предлагает пропагандировать среди школьников целомудрие и семейные ценности. Однако, по словам Лидии Бардаковой, эксперта по репродуктивному здоровью фонда ООН в области народа населения, такие эксперименты не приводят никаким результатом. показали, что они не привели к более сложному вступлению в сексуальное отношение молодежь и заброски, и не привели к снижению количества половых способов. Противники абортов выступают, как они сами считают, за жизнь. Именно так на русский язык переводится распространенный на Западе термин «про-лайф». Участницы движения «женщины за жизнь» заложили это понятие в само название организации. Только получается парадокс. Женщины выступают за жизнь детей, но почему-то предпочитают не думать о жизни женщин, говорит Лидия Бардакова. А происходит следующее. Женщины используют криминальные и опасные методы прерывания беременности. Данный опыт был печальным в Румынии, когда в 1965 году были запрещены аборты, что стоило жизни 9 тысячам женщин. Кроме того, Лидия Бардакова напоминает, запрет на аборты, если таковой введут, будет являться прямым нарушением международных норм, закрепляющих за потенциальными родителями право репродуктивного выбора. Людмила Благонравова, Рафаэль Исмакилов, Радиоорганизации Объединенных Наций.